Решение, от которого должны выиграть все. Алтайские предприниматели получат льготу по налогу на имущество. Офис, склад, производственное помещение площадью меньше 300 квадратов – все это не будет облагаться налогом. Преференцию предоставят бизнесменам со штатом минимум из трех сотрудников и определенным уровнем их зарплат. Рекомендуем муниципалитетам принять аналогичные законопроекты, касающиеся помещений физических лиц. Когда физическому лицу принадлежит какое-то небольшое здание, сооружение, киоск, гаражи под ремонтом автомобиля, и он их использует как индивидуальный предприниматель или сдает в аренду, то в этом случае это уже право муниципалитетов будет ввести аналогичную льготу для них. У медработников теперь есть право на бесплатную юридическую помощь, но лишь для защиты чести, достоинства и деловой репутации. К слову, общего одобрения этого вопроса не случилось. И не стоит ставить одних выжить других в данной ситуации и делать из медицинских работников касту неприкасаемых. Из более двух миллионов человек, проживающих в Алтайском крае, практически 800 тысяч этим правом на бесплатную юридическую помощь обладают. А медиков 32 тысячи. При этом в профильном комитете подчеркивают, что пользуются своим правом далеко не все. У нас установлена сумма определенная на оказание бесплатной юридической помощи. Это около миллиона рублей 800 тысяч. У нас использовано 339 тысяч. Я могу, коллеги, ошибиться по конкретной цифре. В первом чтении принят закон о науке и научно-технической деятельности. Предыдущий подобный документ датирован 1999 годом. Мы увязываем развитие науки Алтайского края со стратегией социально-экономического развития Алтайского края. Тут и есть аграрный сектор экономики, здесь есть определенные секторы промышленности, туризм. В новом законе принципы научной политики, полномочия участников, формы поддержки. Так должны появиться гранты в сфере IT и здравоохранения. Кроме того, депутаты одобрили идею присвоить Рубцовску звание «Город трудовой доблести». Это решение было бы отличным подарком к юбилею Южного города. Ему в сентябре исполнится 130 лет. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.